Продолжаем наш эфир. Дмитрий Орешкин, российский политолог, к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, здравствуйте. Ну вот этим утром российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Под ударом были Умань, Днепр, Киевская область. Вот в Умане 17 погибших на этот час. В Днепре в результате обстрелов погибли двухлетняя девочка, ее мама. Еще три человека пострадали. Знаете, вот что это за тактика такая, когда на поле боя ничего не могут сделать, снова начинают убивать мирных людей, спящих, в 4 утра? Ну, честно говоря, я думаю, что у России не так уж много ракет для того, чтобы прицельно их расходовать на уничтожение мирных граждан. Не от того, что они сильно любят мирных граждан, и своих, и чужих, режиму что-то такое, что с людьми вообще не считается. А просто потому, что они хотели бы, наверное, попасть в какой-то объект военного назначения. Или, скажем так, общего гражданского такого, важного экономического значения. А попали в белый свет как в копеечку. Ну, или потому что плохо работают эти ракеты, или потому что с самого начала они просто летят абы как, не очень хорошо прицеливаются. Но я не думаю, что это было сделано специально. Потому что уже сейчас в патриотических пабликах написано, что, естественно, это украинцы нанесли удар, естественно, это ракета противоракетной обороны украинская. И если бы они не отстреливались, мол, украинцы, то эта ракета благополучно бы долетела до военного объекта, и все было бы очень аккуратно и по законам военного времени. А так вот украинцы и сами виноваты в том, что погибли эти 17 человек. Значит, то, что они отбрехиваются, ну, понятно, что им радости это не доставляет, потому что весь мир понимает, что 17 человек, которые просто жили в доме и перестали жить, включая их детей, и еще там несколько, наверное, десятков раненых, это никак путинскую войну не украшает. Поэтому еще раз думаю, что это все-таки скорее промашка, чем целенаправленная тактика нанесения ударов по мирному населению. Но тем, кто погиб, то какая разница? Путин начал эту войну. Война – это то место, где летают ракеты. Ракета часто попадает не туда. Все равно так или иначе вина лежит на Путине, и за то, что он начал, и за то, что с той стороны прилетела ракета. Это можно в России рассказывать байке, что, мол, Украина виновата. А весь мир-то он это сознает. Так что, ну я не скажу, что это новая тактика. Это со времен генерала Суровикина, с прошлой осени, когда понятно стало, что на фронте продвигаться нет ресурсов, навыков, вооружения, умения, чего угодно, стали бить по инфраструктурным узлам. Это тоже, в конце концов, не принесло к поражению, не принесло ощущение победы и не привело к поражению Украины. Украина выстояла. И тут она выстоит. Но, тем не менее, надо что-то генералам делать. Вот они что умеют, то и делают. Вы знаете, я бы, конечно, не отрицал бы их из злого умысла, потому что, может быть, где-то они действительно и промахнулись. Но столько ракет, которые были направлены именно в жилые дома, которые падали на детских площадках прямо в центре Киева. Мы знаем, что ракеты С-300 каждый день летят и обстреливают буквально районы, где нет никаких военных, где нет никаких даже энергетических объектов. Постоянно каждый день гибнут люди. Мне кажется, что здесь есть и тактика запугивания. Я же ни в коей мере не настаиваю, потому что, я говорю, что мне так кажется, что скорее они предпочли бы попасть в что-нибудь военное, так скажем. Но если в военное попасть не могут, то почему бы и по мирному населению не попасть? У меня по этому поводу нет твердой позиции. Я не интервьюировал российских генералов. Но я вижу, что да, вы правы, слишком часто попадают туда, куда не надо. Но, опять же, нет у меня такой уверенности, что вот куда генерал прицелился, туда у него ракета и полетела. Ракета-то сделана по-советски, по-российски. Вот куда я захотелось, туда и полетела. Поэтому, опять же, думаю, что вот если бы они хотели попасть именно в эту девятиэтажку, то вряд ли бы они смогли сделать. Я думаю, хотели и сделали, скорее всего. Но это может быть мое мнение. Но все-таки я вижу здесь злой умысел. Потому что в Умане, ну, возможно, это еще был, знаете, как сегодня говорил кто-то из экспертов из израильских, возможно, это привет Израилю, поскольку Умань – это все-таки город, куда приезжает очень много людей именно из Израиля. Вот на свой праздник, который происходит у них в сентябре месяце. Но и сейчас там очень много евреев. Возможно, это тоже такой намек, знаете, для них через вот страдания украинцев. Ну, мне кажется, что не стоит измышлять какие-то дополнительные сущности. Налицо военное преступление. Попали, убили мирных людей, убили детей. Разбираться о том специально, не специально, мы можем только догадки выстраивать. Разбираться в том, хотели они по евреям попасть, по украинцам, по русским, по полякам, это тоже мы можем только догадки устраивать. Я думаю, согласен с вами, и с этим должен, наверное, разбираться то, что сейчас называют словом Нюронберг-2. И вот следователи этого трибунала будущего и судьи, я надеюсь, во всем разберутся. Согласен. Путин подписал указ, который позволяет депортировать жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей без российского гражданства. То есть вот люди, которые не отказываются от своих паспортов и не собираются принимать российское гражданство, они признаются иностранцами. И вот согласно этому приказу, жителей, которых путинские власти посчитают, я цитирую, создающими угрозу национальной безопасности, можно депортировать. Как вам вот такая, ну, людоедская инициатива, еще одна? Ну, это вполне предсказуемо. Видите ли, ведь Путин продолжатель чекистских традиций Советского Союза, а тут легко и полезно вспомнить, как вели себя завоеватели на Западной Украине в 1939 году, в Западной Белоруссии, как они себя вели в Афии, Эстонии и других странах Балтии. начинали с того, что проводились репрессии против, скажем, того сектора населения, который можно было бы признать продвинутым. Интеллигенция, бизнес, бюрократия старых заквасов. С тем, чтобы обезглавить завоеванные земли, обезглавить население. Народ очень просто лишить головы, если устранить, ну, 5, может быть, даже 3 процента наиболее квалифицированных, наиболее активных, наиболее грамотных людей в нации. Так что, как только и если режим Путина укрепится на какой-то захваченной территории, первое, что он начнет делать, это чистка. Это посадки тех, кто опасен. А опасны как раз наиболее продвинутые, наиболее образованные, наиболее мотивированные люди. Их надо или на колонну, или расстрелять, или, это еще лучший вариант, просто выдавить из страны. А остальные испугаются и должны присягнуть, принять гражданство и так далее. Это абсолютно все предсказуемо, ничего там удивительного нет. По международным стандартам эта практика называется геноцид. Ну, и вот в ПАСЭ назвала геноцидом депортацию украинских детей в Россию. На этой неделе, и в документе говорится, практика насильственного перемещения украинских детей на территорию России соответствует международному определению геноцид. Да, вот все эти лагеря, так называемое оздоровление, перевоспитание, ну вот где детям даже говорить на украинском языке запрещают. Как вы полагаете, вот кремлевские власти, ту же Львову-Белову, да, которая так усердствует, у которой уже есть ордер международного уголовного суда, это остановит или заставит хотя бы задуматься? Нет, нет, ни в коей мере. Тут рассчитывать совершенно не за что, потому что не на что рассчитывать. Потому что им терять нечего. Больше того, чем дальше по этой линии идет развитие конфликта, то, что ПАСЭ признала, это очень важно, потому что европейская культура, она правовая, и она очень большое значение придает юридическим формулам. Если целая парламентская ассамблея признает эту практику геноцидом, то международным юристам будет легче применить этот термин применительно к тому, что делает путинская номенклатура. А что касается членов этой номенклатуры, даже если они понимают, что происходит, куда им деться, они привязаны к Путину. Если Путин будет тонуть, они будут тонуть вместе с ним. До той поры, пока они не поймут, что шансов выбраться вообще никаких нет. Тогда они будут бежать куда-то в сторону в надежде, что их не слишком сильно накажут. Пока идет процесс, скажем так, осознания губительности курса Путина среди тех людей, которые что-то из себя представляли еще раньше, до Путина, сами по себе. И эти люди как бы ищут альтернативные пути существования, как-то пытаются от него дистанцироваться, и хотя бы эти варианты просчитывают себе. А среди других людей, которые приподнялись как раз благодаря Путину, у которых никаких нет собственных ресурсов, талантов, еще чего-то, чтобы вырасти, вот как это Белова, кто она такая? Еще два года назад про нее ничего неизвестно было. Ее взяли пенцетиком, сделали начальником, и если у Путин, то она опять вернется в свою эту пензу или куда-то еще, откуда ее взяли. И поэтому она будет цепляться за Путина до конца. Отступать ей некуда. Она будет демонстративно показывать свою лояльность Путину прежде всего. И при этом так похохатывая говорить, а мало ли что там Европейский суд, а мало ли что там Пасе. А потом, когда вдруг окажется, что у Путина нет, вот тут она испытает чувство ужаса. А пока нет, пока нет оснований надеяться, что вот эти вновь призванные, мобилизованные Путиным люди, типа Пригожина, вот такого рода, как бы второго сорта, которые вдруг увидели для себя возможности карьерного роста благодаря путинской агрессии. Вот они-то точно от Путина никуда не денутся. В то время как люди, которые уже рядом 20 лет там с Путиным, они будут, наоборот, от него понемножку, как мне кажется, отходить в сторонку. То есть будет происходить ухудшение той элитной публики, которая консолидируется вокруг Путина. Останутся те, кому терять нечего, кто из себя ничего не представляет. А те, кто из себя что-то представляет, то они уже там про себя рассчитывают варианты как бы дать тягу подальше от этой гири, которая очень быстро пойдет на дно. Ну, быстро, в смысле, когда начнется процесс. Пока-то она еще плавает на каком-то борту. Вот как только плавсредство потонет, так и гиря стремительно и быстро полетит в глубину. Да, вот вы сказали об этих людях, да, которые 20 лет рядом с Путиным, и что они очень скоро будут дистанцироваться. Но вот на этой неделе в сети появилась запись разговора миллиардера Романа Троценко с бизнесменом Николаем Матушевским. Предположительно, да, а говоримся сразу, они там все отрицали. Но вот на этой записи они рассуждают, да, вот какую страну выбрать для бизнеса, куда вкладывать деньги, говорят об Индонезии, ну, а затем о будущем России. И вот давайте фрагмент вместе послушаем. Я попрошу наших режиссеров его поставить. Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах от этого мудил. Понимаете? Да, да, да. Которые исповедили какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом. Люди будут бивать друг друга на улицах, режут там и так далее. На улицах Москвы нет, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через пять лет, через семь лет, через десять лет. Но это точно будет. Это такая дорожка в один конец. Такое ощущение, что в 23-е это такой последний год, когда можно что-то поменять и там где-то уехать, и что-то начать делать. Потому что в 24-м и дальше там же уже эти выборы, и там так уже гайки закрутят, чтобы все же не было. Ну вот Тарасенко, голос которого мы предположительно слышим, да, экс-советник Сечина, один из близких к Путину бизнесменов. И вот такие откровения. Хотя многие, да, говорят, что как-то очень искусственно и постановочно выглядит вот этот диалог. Но даже если так, зачем они тогда его записали, да? Хотели узнать вот и ваше мнение. Ну, вы знаете, мне тоже показалось, что нормальные люди в разговоре друг с другом такими законченными фразами клише не общаются. Я могу такие фразы говорить в эфире, да? А когда по телефону друзья разговаривают, они так друг друга понимают. Поэтому половина слов проглатывается. Немножко другая стилистика разговора. Поэтому я не готов на сто процентов верить тому, что это их вот живой разговор. Но чему я готов верить, так это тому, что те, кто этот вопрос, возможно, конструировали, смоделировали, стилистически, может, не идеально, но точку зрения, которая в головах очень многих бизнесменов. Они теряют серьезные деньги. Они понимают, что у них нет будущего. Они понимают, что они не могут убежать даже на Запад, потому что там их обложили. Соответственно, они понимают, что надо куда-то спасаться. Ну, куда? Вот Индонезия или еще что-то такое. Какая-нибудь Латинская Америка, бог его знает. Мне кажется, что да, примерно так очень многие мыслят. И у меня есть для этого кое-какие косвенные, свои собственные основания для такого рода суждения. Но никогда публично они этого не скажут. И не случайно все упомянутые фамилии, начиная от Иосифа Пригожина, предыдущая версия записи, они все сразу говорят, что это фейк, 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 искусственный интеллект, все что угодно, открещиваются. И это тоже очень показательно, потому что они понимают, что их благосостояние, их социальный статус, их независимость однозначнейшим образом зависит от отношений с путинской вертикалью. Но они понимают, что это путинская вертикаль, и у них на шее висит двухпудовый гирий. Это они тоже понимают. Поэтому Путин их загнал в такую ситуацию, когда деваться-то особенно некуда. И говорить они боятся, и делать они боятся, и ничего они не могут сделать. Потому что главная особенность путинского режима в том, что он их лишил даже подобия инструментов, с помощью которых можно как-то влиять на ситуацию. Вот они могут только по телефону друг другу что-то рассказывать. Потому что нельзя не консолидировать деньги для того, чтобы поддержать альтернативную какую-то конкурирующую партию. Нет таких партий. Нельзя поддержать какого-то политика. Нельзя в прессе выступить против, потому что прессы нет. Нельзя подать в суд за нарушение Конституции, о чем сенатор Нарусова говорила, кстати. Нет такой возможности. Суд примет совершенно безумное противоправное антиконституционное решение, но такое, какое будет одобрено в Кремле. Поэтому максимум, что они могут сделать, это пожаловаться друг к другу, свернуть вещички и уехать куда-нибудь типа Индонезии. Ну, в общем, далеко не все на это готовы пойти. Значительная часть людей скорее готова утереть слезы и сопли и пойти в услужение Путина. Да, к сожалению. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, пояснения, за этот содержательный разговор. А нашим зрителям напомнил Дмитрий Орешкин, российский политолог, был с нами на связи. Спасибо.